Восточные регионы Это и западные регионы Это маленькие села, деревни Это районные центры, это крупные города И все связывают свои надежды с принятием нового бюджета Вот хотелось бы спросить А оправдаются ли вообще надежды нашего народа? Думаю, что мы попытаемся ответить на этот вопрос Но для начала хотелось бы сказать Что меня очень смущают малозначительные цифры роста валового внутреннего продукта А давайте посмотрим по этим цифрам Значит, в 2019 год рост запланирован 1,3% По прогнозам раньше было больше К 2021 году цифры поменяются Уже будет 3,1% Однако, если мы можем поставить Через 2 года время пройдет много Мы можем поставить 3,1% То мы можем и 33% А потом просто-напросто откорректировать Как это случилось к 2019 году Вот такой рост ВВП не дает нам никаких надежд на рост экономики в целом Рост производства 1,8% Ну что можно сделать с таким процентом? Второй момент, который сегодня смущает в принятии бюджета Это момент, который сегодня очень коснется Очень больно коснется всей экономики, промышленности, сельского хозяйства страны Это наши резервы Дело в том, что бюджет из дефицитного стал профицитным У нас появились лишние деньги Я не знаю, спорный это вопрос или нет Лишние они или нет Но они есть И сегодня в 2019 году тенденция такова 1,9 триллиона рублей лишних денег То есть профицит При падении доходов населения При практически отсутствии роста ВВП У нас есть лишние деньги Но вы понимаете, это уже из области абсурда Теперь, что касается резервов У нас получается к 2021 году Огромная подушка безопасности Но я вам хочу сказать Что такая большая подушка безопасности Может запросто придавить нашу экономику Почему? Потому что рост инвестиций Как раз будет тормозиться Вот этой подушкой безопасности Теперь в цифрах Давайте посмотрим Дело в том, что к 2021 году В резервах нашего бюджета Будет 14 триллионов рублей 14 триллионов Это 68% от всех доходов Тогда возникает еще один вопрос Скажите, а зачем было при таких существенных резервах И таком объеме так называемых лишних денег Придумывать вот эту непопулярную пенсионную реформу? Мы вносим в бюджет пенсионного фонда Порядка 3 триллионов рублей ежегодно Мы их что, не нашли бы? Конечно бы нашли Но почему-то мы предпочитаем Наше правительство предпочитает Вытаскивать деньги из карманов граждан Зная при этом, что будут такие огромные резервы А потом давайте посмотрим Дело в том, что управлять такой огромной суммой Такими огромными резервами Достаточно сложно И мне бы очень не хотелось Чтобы при администрировании Вот этого фонда Фонда национального углосостояния Вдруг нечаянно и неожиданно Потерялись некоторые суммы По пути движения К потребителям бюджетных средств Для чего вообще все эти дискуссии О чем мы беспокоимся, заботимся Конечно же все эти социально-экономические процессы Которыми управлять должно государство Нас тревожат с точки зрения того Как это будет влиять на духовное и материальное благополучие граждан Насколько будет повышение уровня качества жизни И так далее, и так далее Ну один из показателей Объективных показателей того Насколько у нас И куда идут эти процессы В сторону повышения или понижения Это демографическая ситуация в стране Я хочу напомнить, что если предыдущие Несколько лет У нас была положительная динамика С точки зрения того, что Рождаемость опережала смертность То уже прошлый год И тенденции нынешнего года Говорят о другом Вновь смертность превышает рождаемость Я напомню в цифрах В 2017 год смертность превысила рождаемость То есть естественная убыль на 134 тысячи жизней На 134 тысячи человек И показатели там такие Миллион 824 тысячи умерло Миллион 690 тысяч россиян родилось Что в этом году мы имеем По первому кварталу Уже естественная убыль составляла 88 тысяч И по полугодию она составляет 164 тысячи То есть уже выше, чем то, что было по 2017 году Тенденция продолжается Конечно, нужны серьезнейшие комплексные меры системного характера Затрагивающие разные сферы жизни Это социальные меры, политические, экономические Меры медицинские и так далее Но, увы, мы же видим, что наше правительство и партия власти действуют крайне противоречиво С одной стороны, идея материнского капитала продвигается для того, чтобы стимулировать рождаемость И это правильно Но, с другой стороны, пенсионная реформа, которая шарахнет по той же рождаемости И которая обязательно создаст новые стрессы для граждан А что такое стрессы? Это сокращение жизни, это рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Если эти стрессы постоянными являются и так далее И в этом плане важно посмотреть, а что предлагаемый бюджет несет с точки зрения укрепления медицины и здравоохранения А он несет следующее Если мы видим бюджетные цифры, в федеральном бюджете в проекте Есть определенный рост по сравнению с 2018 годом 2020 будет по сравнению с 2019 и так далее Но все это по отношению к валому внутреннему продукту составляет 0,6-0,7% В то время как рекомендации Всемирной организации здравоохранения минимум 6% Минимум Послание президента, хочу напомнить, которое было произнесено сразу весной этого года В этом послании о чем речь идет, что нам нужно ежегодно в течение периода 2019-2024 года Обеспечивать финансирование здравоохранения из всех источников не менее 4%, но стремиться лучше к 5% Ну хорошо, если из всех источников, давайте возьмем все источники Эти все источники федеральный бюджет 1 Средства федерального фонда обязательного медицинского страхования 2 И средства бюджетов регионов 3 Если мы их суммируем, то мы все равно не получаем и близко даже эти 4% Я вот буквально конкретно эти цифры проведу 2019 год суммарно будет 3,6 триллиона рублей, что составляет 3,5% от валового внутреннего продукта 2020 год 3,9, что составит 3,6% от ВВП И 2021 год будет 4 триллиона, что составит еще меньше 3,4% валового внутреннего продукта Вот об этих проблемах сегодня будет идти речь в частности на заседании комитета по охране здоровья Здесь в Государственной Думе мы будем рассматривать все строчки, касающиеся охраны здоровья граждан И на чем настаивает фракция КПРФ? На том, что нужно обязательно увеличивать расходы на здравоохранение и источники есть Давайте возьмем хотя бы в отношении бюджетного правила и пересчитаем не по 40 рублей за баррель нефти, а хотя бы по 45-50 У нас совершенно иное будет финансирование Не говоря уже о том, что давно пора наводить порядок в механизмах обеспечения деятельности и расходований средств федерального и региональных фондов обязательного медицинского страхования Резервы есть, лекарственного обеспечения льготникам не хватает Не хватает лекарственных препаратов и не хватает гражданам нашей страны для того, чтобы они нормально в больницах получали все, что для них необходимо Если кто-то рассчитывает на то, что мы будем решать проблемы наполнения до 5% финансирования медицины и здравоохранения за счет граждан То это ни к чему хорошему совершенно не приведет У нас и так 25-30% ежегодный рост платных услуг населения в здравоохранении Мы категорически против этих тенденций и будем требовать увеличения расходов на здравоохранение на решение этих самых острых жизненных ситуаций Спасибо Ваше увлекательное внимание Завестите в руководителе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok